Добрый день, дорогие друзья! Не так давно в киноконцертном зале Панорама состоялся грандиозный концерт с ярким поэтическим названием по страницам любимых оперет. Мы с вами окунулись в мир классической опереты. В программе были задействованы сцены, дуэты, вокальные, сольные номера из известнейших оперет российских и зарубежных композиторов. Мы увидели настоящие мировые шедевры. В программе концерта была задействована практически вся капелла государственная академическая имени Вадима Судакова. Это и живые инструменты, настоящий камерный оркестр, это и вокальные, безупречные вокальные номера, это и яркие сценические действия. Все это создает капелле имидж безупречного, уникального коллектива. И наполняет нас с вами положительными эмоциями. После концерта мы уходим, почувствовав ощущение праздника. Основатель капеллы Вадим Анатольевич Судаков, выдающийся музыкант, заслуженный деятель искусств России, Грузии, Абхазии, профессор Российской государственной академии имени Гнесиных. Когда-то он решил сделать коллектив, который бы отвечал многим требованиям своих поклонников и почитателей. И ему это полностью удалось. Он один из первых дирижеров-исполнителей, кто решился исполнять духовную музыку. Мы с вами понимаем, что в советское время это было практически революционным шагом. Тем не менее, этот шаг был оправдан. Вадим Анатольевич четко понимал, что эта музыка имеет своих истинных поклонников. Она достойна, она вечно. Она достойна того, чтобы ее слушали и знали и помнили. Кроме того, он исполнял со своей капеллой и европейскую музыку. Настал момент, когда он понял, что академическому хору нужно, безусловно, расширять свой репертуар. И Вадим Анатольевич рискнул включить в репертуар капеллы эстрадные произведения, что сделала коллектив буквально мини-театром, что и продолжается по сей день. Преемником Вадима Анатольевича стал его сын Анатолий Судаков, который и по сей день возглавляет капеллу, является ее руководителем и директором. Анатолий Судаков поддерживает все традиции, которые когда-то заложил его отец. Репертуар капеллы очень разнообразен. В состав коллектива входит камерный оркестр, вокальная группа, танцевальная группа. Как говорит сам Анатолий Судаков, нам подвластно буквально все. И мы действительно это понимаем. Это мини-театр, который может исполнить любое произведение на самом высочайшем уровне. И нам с вами предстоит в этом убедиться. Посмотреть в записи на канале ОТР концерт с грандиозным ярким поэтическим названием по страницам любимых оперет. Следите за программой передач канала ОТР. Оставайтесь с нами, будьте здоровы и счастливы. А теперь немножко из нашей рубрики бесспорно интересно об интересных и познавательных фактах театра и кино. Оперетто это слово итальянское и в буквальном переводе оно обозначает маленькая опера. Когда-то еще в средние века образовались группы артистов, которые кочевали, выступали по городам, исполняли вокальные номера, акробатические номера, сценическое действие. В основном они высмеивали вельмож и церковнослужителей. Так, надо сказать, и зародился жанр оперетты. В сюжете почти каждой оперетты присутствует влюбленная пара. Голоса распределяются следующим образом. Главные партии достаются обладателем тенора и сопрано. На сцене главные герои с успехом исполняют вокальные партии, несмотря на то, что к оперетте не такие требовательные отношения к умению владеть вокалом и всеми вокальными навыками. Главные действующие лица должны это делать просто безупречно. Появление в репертуаре театров оперетт позволило людям с меньшим достатком и менее образованным тоже посещать театры. Изначально предполагалось, что опера рассчитана на людей образованных и из привилегированных сословий. Однако же оперетта расширила круг своих почитателей, и люди, как я уже сказала, с меньшим достатком и менее образованные, тоже стали посещать театр. Оперетта была им доступна. И опять же, это сыграло положительную роль в формировании массовой культуры. Известный всем Имры Кальман как блестящий композитор именно оперетты первое время несерьезно относился к этому жанру и старался писать симфонические произведения, привлекая и пытаясь найти своих поклонников и почитателей. Но со временем он понял, что это у него получается, ну, мягко скажем, не очень хорошо, и он попробовал себя в жанре оперетты. Время показало, что выбор был сделан абсолютно правильно, и мы теперь знаем, что Имры Кальман это блестящий композитор, и я не побоюсь сказать, что это действительно самый яркий композитор и на сегодняшний день в жанре оперетты. Постановка оперетты это очень сложный процесс. Несмотря на видимую легкость и искрометность, на самом деле большие физические и эмоциональные затраты требуются и актерам, и режиссерам, и постановщикам. Больше всего достается исполнителям главных ролей, которые должны безупречно владеть вокалом, которые должны также владеть безупречно сценической речью, и это все достается исполнителям главных ролей. Хотя зритель в зале думает, что все, что происходит на сцене, это легко, искрометно и весело. Значит, у исполнителей, режиссеров и создателей оперетты все получилось. Считается, что классическая оперетта в ее первоначальном виде уже себя исчерпала, и произошло это тогда, когда в Соединенных Штатах Америки зародился джаз. Джаз постепенно вытеснял классическую оперетту, превращая ее в мюзикл. На сегодняшний день мы знаем и в нашей стране, и во всем мире уверенно, мюзикл завоевывает сердца своих поклонников. Удивительно, но именно в советские времена оперетта была очень популярна. И это связывает с тем, что буквально то, что происходило на сцене, очень хорошо отражало все политические вения, которые проходили в Советском Союзе. Как знать, может быть, это и действительно так. Но еще один коротенький факт. Англичане абсолютно уверены, что все, кто любит и почитает оперетту, делятся на две группы. Одна группа следит за профессиональным исполнением, за выполнением сценического действия, за танцевальными движениями актеров пристально, высчитывая ошибки, если таковые бывают. А другая же часть, я думаю, что она большего количества, следит за тем, что происходит на сцене, получает удовольствие и понимает, что оперетта – это жанр, который приносит людям радость, как я уже говорила, наполняет положительными эмоциями и создает ощущение праздника. И в этом нам с вами предстоит убедиться. Еще раз просмотрев замечательный концерт, который состоялся на сцене киноконцертного зала «Панорама» по страницам любимых опереток. И будет эта трансляция на канале ОТР. Средите за программами передач, оставайтесь с нами, будьте здоровы и счастливы. До новых встреч!